Премьер продвигает смертоносный статус-кво вглубь страны. Рождественский доклад 1. Никол Пашинян, можно сказать, ищет какой угодно повод, чтобы отрапортовать о приверженности выполнению своих обязательств и присягнуть в верности дуэту Путин-Алиев. Второй из них откровенно говорит, что получает все необходимые сигналы о верности Пашиняна. На сей раз темой премьер-министра стал ереванский спектакль ОДКБ. Почему он не подписал итоговую декларацию и заявление о мерах по поддержке Армении? По сути, приведенная им мотивация вполне резонна, ОДКБ отказывается от политических оценок, не признает агрессию Баку и не требует вывода войск. Отметим лишь, что спустя недели после вторжения премьер Армении не выдвигал подобных требований Баку, первое требование прозвучало из уст Макрона, только после этого спустя две недели в Ереване прозвучало шепотом слово «отвод». Премьер продолжил, еще не ясно о какой поддержке ОДКБ шла речь, кроме того, принимать помощь без четкой оценки означало бы косвенно и даже прямо признать статус-кво на наших границах. Позиция Ра идентична позиции Баку, который с той же аргумента Цейой оспаривал мониторинг ОБСЕ по линии 1994 года. Мы неоднократно говорили об издержках деятельности ОДКБ, в том числе о фиксации. Добавим лишь, что данная методология характерна для премьера, министра ИД, главного диджея НС и остальных кчников. Это можно назвать трюком мясника, который демонстрирует большой кусок мяса так, чтобы испорченной части не было видно. Он создает алиби для себя, Путина и Алиева и скрывает истинную цель яркого шоу. До того, как обвинять ОДКБ, следует самим дать оценку, в том числе, о неизбежности покинуть ОДКБ в сложившейся после 2020 года ситуации. Исполнение всех указаний Путина, непрекращающееся обеливание Алиева, размежевание армянских задач по линии Армении-Арцах-Диаспоры в соответствии с разработанной в Анкаре формулой, нивелирование их комплексного обсуждения в легитимных международных инстанциях, дезорганизация государственных институтов, пропаганда обреченности через собственные СМИ являются наивысшим статус-кво. Приведение страны в такое состояние и было его миссией с мая 2018 года. Это даже не статичная закостеневшая статус-кво, а петля, затягивающаяся на шее Армении. Задача в том и состоит – остановить такой ход и повернуть вспять. В тот же день трио Пашинян-Симонян-Мирзаян присягнули в верности ОДКБ, взамен получив отмашку на формирование новых статус-кво за штурвалом власти. Повернуть вспять порочный ход можно, несмотря на то, что Пашинян и его команда пытаются убедить в обратном, выставляя на показ жалкие натуралистические детали своего мерзкого существования, смотрите, как пошло выглядит избранная вами власть, но это лучшее, что есть, посмотрите, как блестят напялившие курские одежды, таманьяновские и григоряновские стены и беспрецедентно роскошная елка. Ситуация будет повернута вспять, и авторы антиармянских проектов вместе с их марионетками окажутся на свалке истории. В этом шуты от гражданского договора не сомневаются, чем и обусловлено катастрофическое дыхание их шагов и чистота рапортов в московские центры.